Теперь так начинается каждая тренировка футбольного клуба «Динамо». С прошлой недели молодым спортсменам разрешили тренировки, но по особым правилам, соблюдая дистанцию. Замер температуры мы производим. Нужно подбирать такие упражнения, чтобы расстояние между игроками было 5 метров. Конечно, у нас вид спорта командный, и подобрать упражнения, они есть, безусловно, они есть, но если их делать сейчас каждый день, каждую тренировку, им будет неинтересно, детям. Они это делают, но я вижу, что в какой-то мере искры, как говорится, в глазах нет. Почти три месяца тренировок не было. Дома, конечно, заниматься пытались, но все же очень ждали возвращения. Причем не только сами футболисты, но и их родители. Кристина Собина говорит, буквально дни вместе с сыном считали. Ну когда же тренировки, ну когда же тренировки. Ждал, не дождался, когда же все-таки начнется. Радости было много, когда узнали, что наконец-то есть послабление в карактине, и мы возвращаемся к игре. Сейчас спортсмены набирают форму, и тренировки носят скорее не игровой характер. Тренер говорит, ребятам нужно снова включиться в работу после затяжного отдыха и почувствовать силу в ногах. Тренировочный тонус и игровой тонус, они у детей, как говорится, с этим простоем, ну, понизился этот тонус. Соответственно, сейчас тренировки у нас носят характер втягивающий. Нагрузки даем от малых до средних, да, там большим нагрузкам еще нет смысла переходить. По поводу игр. Игры, скорее всего, у нас будут начинаться в августе месяца. В августе команда планирует выступать на первенстве города. По словам тренера, к этому времени футболисты уже успеют подготовиться к турниру и показать высокие результаты. Частично возобновили тренировки и алтайские грибцы, тоже соблюдая меры безопасности. На воде тренируются, там соприказновения точно никакого нет. С собой воду, руки обрабатывают, маски обязательно в дорогу, когда едут на тренировку из тренировки в масках в обязательном порядке. Сейчас на канал вышли только участники Олимпийской сборной края и группы спортивного совершенствования, чтобы готовиться к августовским отборочным в Казани. Что касается остальных спортсменов, к примеру, представителей большого тенниса, все ждут решения Министерства спорта и еще большего послабления ограничений. Ну а футболисты главной команды края на поле выйдут, скорее всего, на следующей неделе, так как результаты тестов на коронавирус готовы будут лишь в конце этой. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком.